Рефери он ближе, он видит, он смотрит в глаза спортсменов и действительно заботится об их здоровье. А судьи этот удар просто не видели и все. То есть вот... Да, я думаю мы правы, наше такое логическое... Да, нокдаун вообще ничего не решает получается в любительском боксе. Да, да, да. 3-1. Стоп! Ну... 3-1. Собственно, кто бы сомневался, что... Ну вот сейчас же был удар, даже голова отлетела у шведского боксера. Второй нагдал. Я нагдала не увидел, но боксер не... Но боксер согласен, значит, на самом деле... Я же говорил еще в конце первого раунда, что этот может все-таки отправить нокдаун или даже нокаут. И так и получается. Два нокдауна за раунд. На третьего нет, бой не остановлен. Давайте посмотрим, покажут ли нам эти два удара. Великолепно работает наша режиссерская бригада. Видно все. Мельчайшие подробности. И вот сейчас посмотрим. Ну вот прямой правый. Это же было в защиту, посмотрите. А нет. Нет, нет, прямой правый подбородок, да, посмотрите. Ну что ж, третий раунд. Француз повел счет, сейчас будет ему комфортно, нервничать не надо. Три очка он ведет. И начнет сейчас боксировать так, как он умеет, свое удовольствие, показывая все свое мастерство. Я так думаю. Так оно и есть. Ответил. Да, ударом на удар ответил. В принципе, француз сможет еще сделать один нокдаун. Две с половиной минуты до конца боя. Ну я не думаю, что если в разных раундах будет третий нокдаун, то бой будет остановлен. Ну почему же? Три нокдауна в любительском боксе. Три нокдауна и бой покажет. Вообще не в одном раунде? Да, вообще. Так часто здесь меняются правила? Это в профессиональном три. Ну, есть такие правила в разных федерациях, что есть хоть сколько нокдаунов, пока судья не решит, что хватит. Ну вы знаете, ничего. Вот швед молодой вышел против опытного боксера, который уже имеет столько титулов. Ну абсолютно, в принципе, не тушился. Если в начале его можно было упрекнуть, что он только защищался, то сейчас посмотрите. Ну характер есть. Надо же как-то зарабатывать очки. Он же не просто вышел погулять, а участвовать в чемпионате Европы. Защищать свою страну, свою команду. Ну и, по крайней мере, для себя стать чемпионом или призером. Что же, заканчивается вторая минута третьего раунда. Бой напряженный. Напряженный, но, мне кажется, швед не успеет догнать своего соперника. И Вастин, в общем-то, с его опытом и мастерством не даст ему этого сделать. Хотя шведа стоит похвалить, действительно. Опа, встречный удар, точный. И как здорово сейчас серию провел. Да, шведа стоит похвалить, но, бесспорно, француз лучше. Ну, намного лучше. Очень хороший боксер. Молодец какой. Увернулся. Один бьет, а второй так четко уходит. Красивый, да. Хороший эпизод, да.